Ребятки, всем доброе утро. В общем, вот смотрите, вот только-только пришёл. Вот не было сколько, знаете, часа, наверное, 4 или 5 даже. Ну давай, рассказывай, что тебе там сделали. Что тебе сделали, что тебе не сделали. Раздевайся. Что я не сделала? В двух словах ты хоть можешь сказать? Что, поставили штифт и пломб. Штифт и пломб. В общем, как я поняла по разговору, вот это. Вот, тебе он пересверлил, да? Грубо говоря, да? А я вот сейчас, знаете, короче, у меня сон снился. Я, слава богу, не пошла, 4 часа с ним сидела. У меня сейчас сон снился, что мы на ту клинику, в которой мы делали зуб, вообще в суд подавали. Почему-то мне сон такой присутствует. Как раз с этими снипами и так далее. В общем, короче, мы сказали, как я поняла, что могли бы сделать... Во-первых, дешевле бы сделали, это раз. Если бы изначально он туда пошел. Я не знаю, почему тогда другой врач себе отфутболил. Сколько ты сейчас отдал? Со штифта это... Ну, сколько там? А, 3 500. 3 500. Что, долго он был? Статическое функциональное восстановление зуба, минира, реставрации, коронки. Вот. Мои материалы из фотопол. Фотопол. Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта. Стекловолоконного фиосе. Распломбировка корневого пенала. Угу. Ранее лечение гутаперчей. Пасты. Под штифт. Угу. Вкладку. Угу. Находин канал стоит 350, а у них там 1300. Вот так вот. Знаете? Слушай, а почему этот... Вторая... Мы же ходили тогда, ты в эту клинику-то ходил. Почему же она тебя не взяла-то? Не знаю. Дима. Мало опыту. Хотя, блин, сколько? 17 лет у нее было опыта или сколько? Мало опыта. Надо было сразу вот к этой идти, как я тебе говорила. Ну, все. Там... Так что... Блин, в сути, частенько он не остался с лечением. Из старой гвардии, да? Старых вообще никого. Из старой гвардии. Вот пришел там, было четыре человека в девятом. Угу. Где вот все лечит, да? Угу. Четыре человека. Ты, блин, ладые и вот одна из старых. Гвардии, да? Завтра будет это. Те? Ну, ты знаешь, кто. А-а-а. Из старых. Все? Все, да? А остальных всех туда убрали. В общем, я так поняла, тебя вот это наш врач, она отвела к другому врачу, который тебе все сделал. Она сказала, нужно посоветоваться с этими. Терапевтами? Терапевтами. Ага. И что? Ну вот. И она отвела к этой вот. Отвела и что? Это к терапевту. Ну? Предела. Говорит, два часа погуляй, говорит. Потом подходи. Два часа? И ты там что, два часа просто так сидел, что ж? Да. Играла. Сидела, играла? Хорошо, что я с ними поехала. А то бы, блин, я там не просидела. Да там вообще крах полный. Чего, крах полный? Эти, понаставили оборудование, которое еще там... Не работает? Когда еще более-менее она работала, дышала, да? Ну. Там и телевизор, отростелеком и прочее, и все там. Висит только, ничего не работает. Те есть-то можно? Даже эти. Вода стоит, а они пустые, бутылевые. Мужик какой-то подходит, дышит, а там нет воды. И чё, водички там даже негде было попить. И кто? Вон, попей дома. Тебе можно сейчас есть-то? Не знаю, она ничего не сказала. Ничего не сказала? Короче, тебе сейчас штифт поставили, да? И пломбы временем. Стекловолоконный, да. Стекловолоконный? Подожди, так она говорит, что вообще там что-ли сейчас сложно будет поставить зуб, потому что из-за того, что у тебя снизу этот... Нет. А чё она сказала? Зуб несложный. Дело в том, что она не дает гарантию на этот зуб, так сказал терапевт. Лучше поставить какую-нибудь ещё какую-нибудь самую коронку, потому что сколько он правильно держится, фиг его знает. Может год, может два. Ну а что сделать так, чтобы он проделался долго? Ничего, потому что там, говорит, она, говорит, столько выточили всё, что даже, говорит... Короче, переборщил он тебе, да? Говорит, диску видно, говорит. Да? Что он даже переборщил с выточкой, да? Да. Всех этих каналов. Тучил там долго. Ну я так и думала, что вот слишком он переборщил ему. Так что никогда не ходить, она, говорит... Блин, терапевт сказал, вот уже, говорит, вы не первые идёте оттуда. Чего, говорит, вас всех туда тянет, приходится исправлять. Какие-то, говорит, вообще небезухуразные там работают. Вот в этой частной клинике, которой ты был? Да. И элементарно он не знает. Или, может, какие-то у них, я не знаю, и инопланетные технологии там, если у них это делать. Но я тебе сразу сказала. Но я думаю, ничего такого сверхъестественного нет. То, чего они не знают. У них, конечно, некоторого оборудования нету. Но, тем не менее, они на уровне делают. И дешевле, и, блин, лучше, чем ты постулей. Короче, надо было записываться первоначально к изначальному врачу, которого мы лечились. Раз. Не ходить в эту дурацкую клинику. Два. В общем, короче, перелечили, переплатили. И в итоге сейчас вот хрен знает, что делать зубу. А не помнишь, что тебе имплан поставить? Там долго. Долго. И не дешевле. А ты не спросила у нее насчет вот этой своей дырки-то? Там можно имплант поставить, да? Не, я не спрашиваю. Ну, как всегда, Волна. Да. Все забыл. Потом спрошу. Какая-то, когда четвертую пойду. А пока сейчас будет думать, что-то какую эту поставить. Пыталась керамика подороже. А металлическую, это вроде как... Подешевле. Не, 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 она подешевле, но ни то, ни сё. Кенни Пиланова, то есть тебе будет зуб ставить или чё? Коронку. Ну, коронку, да? Вот на вот этот штифт. Вот на этот зуб. А не штифт. Там уже штифт все поставили, пломб поставили. Постоянно, и всё, а теперь только обточить и коронку поставить. Пиздец вообще. Вот знаете, вот, это называется не скупое платье дважды. Ну, хотя, да, скупое платье дважды. Вот изначально я тебе говорила, потерпи, потерпи, потерпи. Нет. И даже вот потом в эту клинику-то пошёл к другому врачу. Быстрее, скорее, быстрее, скорее. У тебя вот, понимаешь, вот от тропыги, вот мы её переплатили. Во-первых, 10 тысяч лишних переплатили за то, что тебе пролечиваю. Раз. Во-вторых, она тебе зуб убила, два. Он тебе убил, зуб этот. Из-за того, что сейчас, вот, видишь, тебе на этот зуб уже не могут поставить нормальную коронку. Из-за того, что тебе там так сильно истончили стенки, получается. А это могут. Поставить могут. Но теперь, извините меня, это на год, на два. Он перестарался тебе там всё, перераскурочил. Там тонкий канал, тонкий канал. Они тебе звездят, и всё. В общем, народ, не ходите в эти клиники, ходите к своим врачам, ходите познакомиться и так далее. Не значит, что дорого – это хорошо. Не значит. Понимаете? Не значит. Вот мне там писала одна женщина, аж прям вот спину рта, что вот он всё правильно сделал, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, пожалуйста. Вот. Пришли, и что вы в итоге? Перестарался. В итоге переплатили 10 тысяч. Могли бы сделать, как она сказала, за 5 тысяч, да? 5-600. 5-600 вот это твой зуб стоил. Не 15 тысяч, а 5-600. Три раза в три. Вот. Не такой уж там сложный наверняка и зуб-то был. Посмотрела на снимки-то, да? Да. А что сказал? Не такой обычный зуб, наверное. Она глядела, сказала, если бы здесь изначально стали бы. Ну, пошло бы, он там, например, кинул. Ну, 5-6 тысяч, говорит. Ну, 7. Это край. Угу. Вот так вот. Ну, в общем, тебя записали на четвёртую, да? Да, она говорит, говорит, как вам лучше? Первую или вторую? Говорю, мне без разницы. Говорю, могу в первую, могу в вторую прийти. Ну, такие дела. Такие дела. Всё, звонят и скидывают. Как издолбали эти звонки. Это правда. Всё утро. Всё утро звонят. Звонят, если ты берёшь трубку, потом тебе будут звонить. Чё? С этого же надо, кстати. Будут предлагать какую-нибудь... Угу. Хрень. То есть заблокируют нафиг сразу. Стоматологи или ещё что-нибудь? Ой, нет. Обычно звонят там всякие эти... Так, уже устало всё блокировать. Мошенники. Да. Типа. Так, ну в общем, что она сказала? Она тебе сделает нормальный зуб? Скажи, пожалуйста. Нормальный зуб. Стави только одну какую. Ну а вообще сколько коронка будет стоить? Такую 15. Ещё, да? Угу. Нормально. Я так и рассчитывала примерно. А тут тебе сказали 25. 25? 20. 20? 20 до 25. А 20 до 25? Угу. Чтобы поставить штифт и... И... Ну а то ты считай уже 3,5 тысячи заплатил за штифт. Ну. Вот. И получается этот... Как он? Ну 15 тысячу коронку, да? Тогда же тебе с ним... Слепки все сняли? Нет, ничего не сняли. Так и что? Там даже ничего не делают? Так 4 ты пойдёшь, ты... Она только... Она снимет эти... Эти слепки отдаст, там сразу сделают. Прям сразу-сразу? Тебе пока ждёшь? Пока она будет стачить, там и сделают. Мне же тогда это... Когда мы слистали. Она сделала слепки, отдала. А та уже принесла на прямброски. Она померила. Всё вроде подходит. Как будто там шладел, всё. Скачать там. Там же у этих... Сколько хвастит. Ну сейчас тебе поставили общий штифт, постоянную коронку уже, да? А, в смысле, пломбы. Пломбы. Всё. Всё. Ну, блин, долго ты там, конечно. Да, я же тебе говорю, а она по сути делает... Сколько? Ну, тридцать. Меньше даже. Ну, двадцать нам. Угу. Всё делал. Всё. Там больше это крутилось, это отдачило, чтобы острых не было. Слушай, а я вот знаешь, вот я тут спала, мне реально сон приснился. Вот я, девочки, вот реально говорю. Мне приснился сон, что вот этот врач, который мне доходил, она говорит, обращайтесь в суд. И прямо, знаешь, вот прям бумажка вот с этими снимками твоего зуба. Вот реально, вот я не шучу. Типа, обращайтесь в суд. Тебе там ничего такого не сказали? Нет. Потому что... Мне только сказали, Наталья, что вы все туда лезете? Да? Там, кто уже, кто, говорит, был, уже никого не осталось. Нормальных, да? Да. Который вот сам, сам, когда только она открылась, там, говорит, были люди, которые от нас уходили туда, там были люди, а сейчас их там нету, они просто не работают. Они сейчас просто, как сказать... И там одна молодежь вот эта, которая зеленая, которую понабрали после института, да? Да, потому что один-два есть, это и все. Ведущий специалист, да? Да, и все, которые... у них там очередь, как в Мавзолей Клинин в советское время. И остались вот эти вот молодежь, которые... А те, которые там, говорит, были, которые были у самых стоков, они, говорит, сейчас все, они все не в клиниках, они все в учебном центре. А, ну как раз вот это, про которого врача-то я тебе говорила, он как раз вот написан учебный центр. Учебный центр, да. У них свой учебный центр, где они якобы переподготовку, подготовку вот этих вот коновалов делают. Только, видимо, плохо, видать, учатся или эти так учатся. Ну а ты, что ты хочешь? Сейчас вот как вот учат, вот молодежь, вот как учат? Как вот я смотрела исследование... Деньги за блин платили, сдавали. Да, 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 да. Так ты учат. Вот так учат. Потом такие мы ходим, в платную, где ситят три дорогие, три блиншку рысь, трут, а нифига не сделают. А то там сейчас... Ты понимаешь, меня вот сейчас вот... Хороших не осталось. Ты понимаешь, меня вот сейчас вот, честно, на самом деле, не деньги беспокоят, а то, что тебе зуб убили, грубо говоря, из-за этого. То, что сейчас тебе не могут нормально поставить штифт и коронку, чтобы они держались надолго, понимаешь, из-за того, что тебе истончили зуб. Поставили два штифта и нормально подержался. А она поставила только один, потому что там только одна стенка толстая. Остальное всё, говорит, аж десну видно через неё, вот. А вот глядел зеркалом, говорит, аж, говорит, десну видно. Ну, понятно. Короче, тебе сделают зуб, орехи на него грызть нельзя, да? Ну, вообще, на эту сторону лучше вообще нить. Стараться? Да. Когда сделают. А этот другой стороны зуб, она не посмотрела? Какой это? Да. А чё, глядя? Он нормальный вообще? Там ничего нет. А ты вообще на какую сторону привык жевать-то? Направо-налево? И тут, и так. Ну, я вот, например, привыкла, например, есть вот налево. То есть у меня удобнее, как налево. Я тут всё ел, вот, крыс. Всё, правый? Когда яблоки, это удобно крысть. Правый? Здесь. И придётся здесь. Мне смущает то, что тебе, если поставить зуб, то получается так, что видишь. Не знаю, сколько он поддерживается. Потому что если говорить, что-нибудь, 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 он разокрошится просто-дапросто. Сам зуб? Тому только удалять. Сам зуб, да? Ну, вот эта стенка тонкая. Я говорю, а может быть проще тебе поставить не этот, сразу инфон? Я говорю, а усилить как-то, чего-то, там, помощь, какие-то, раствор, ничего-чего-чего. Говорит, и, 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 что-то, составлять вообще эмаль. Вот, говорит, эмаль, и, 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 как её, говорит, сверху налянуть как раствор, говорит. Ну. Говорит, так, не получится. Говорит, говорит, не, говорит, бетон. Слушай, а если, например, этот, тебе имплант поставить туда? Уже. Имплант буду, стоит, считай. Операцию по ушеблению, это раз. Ещё фиг знает, примет организм, нет. Ладно, короче, в следующий раз пойдёшь, спроси насчёт импланты и прочее. Вот, насчёт именно импланта вот этого, который тебе нужен, и вот этого, которая у тебя дырка. И всё. А то, как всегда, вот пойдёт и нифига не спросит. Там же тут один сынок, эта кость. Ну, спроси, обязательно, ладно? Ну, спрошёл. Всё, всё. В четыре часа я тебе вместе пойдём. А, и чтобы я там до вечера сидел? Почему? Нет. Там быстро. Точно быстро? Да. Ну, тогда я с тобой схожу. Сходим вместе. Ладно, ребятки. Что она сделает? Она только отточит его и слепо снимет. Отдастся и там будут делать. Не знаю, может, ещё раз придётся прийти туда. Ладно, ребятки. В общем, вот такие вот у нас новости по поводу зуба. В общем, знаете, насчёт общественных, насчёт платных клиник. Вот. Могут попасться врачи, которые вам сделают всё, но в три дрога, и могут просто зуб убить. Ну, да. И, скорее всего, тебе бы там, знаешь, поставили бы вот этот вот штифт один бы. Мне бы не ставили. Ну, вот в этой... Эту всю фигню растачивать. Эти каналы. Это их не надо было растачить. Вот. Ну, просто это... Первых, так как там корни, это мёртвые, смысл, так сказать, просто удалил их, и всё. Это мёртвые корни. И всё. И поставил сразу туда штифты. Три. Проблен лечил. И штифты туда хлопал и запломбировался. С ними прям. Так нет, он сейчас запломбировал все каналы. Она вы... Вы, блин, сверлил врач этот канал и ставил штифт. Может, всё-таки это, сон у меня в руку? Может, всё-таки это... Ни фига не докажет. А вот ходили в эту клинику, понимаете, вот ходили... У них даже снимки, мать твою, платные, понимаете? Они даже распечатать снимки за деньги вообще оборзили. Вот просто оборзили. В общем, Вова, вот, вот, знаете, вот, девочки, вот, десять раз послушай мужа и сделай по-своему. Вот в следующий раз, если что случится, вот я буду делать, как моя чуйка. Надо денег потерпеть, значит, потерпишь. Понимаешь меня? А не так, что мы кучу денег отдали, в итоге тебе угробили, блин, зуб. И сейчас не знаем, что делать. Понимаешь, с этим зубом? И ещё отдадим. И он тебя вот сейчас поставит, и это будет держаться, блин, год-два. Ну, писяц просто. Хоть стой, хоть падай. Сходил, блин. В платную клинику. Он же богатый, он же блогер. У него чуть-чуть отвалилось, всё, он побежал. У него царапается. Молодец, бегал. В итоге приходишь с этой пломбой, блин. Да. Чего ты на меня смотришь? Вот никогда, вот, насчёт зубов, блин, будешь слушать меня. Понял? Всё. В общем, вот таки, такие дела. Жопа. Сам такой. Ушастая. Сам такой. Меня сейчас не деньги парит. Меня сейчас парит то, что тебе зубы гробили, блин. Понимаешь? Да. Лучше вообще без зубов ходить. Да, буду так. Как дед старый. Су-су-су-су-су-су. Это пиздец просто какой-то. Когда я говорю, мне прям вот сон приснится, что мы, блин, идём подаять суд на эту клинику, блин. Понимаешь? А то, что тебе просто угробили нахрен зуб. Всё, девочки. Всем спасибо, всем пока. Увидимся в следующих выпусках. Всё, я должна отпыхнуть. Пока. Пока.